Экс-министр сельского хозяйства Бекбулот Талгарбеков, экс-глава Бишкекского городского суда Марат Султанов и экс-кандидат в президенты Тарабай Колубаев. 14 мая им было предъявлено обвинение в подготовке к насильственному захвату власти и к применению насилия в отношении представителя власти. Все трое были заключены под стражу сроком на два месяца. Основанием для задержания послужила аудиозапись телефонного разговора, где лидеры так называемого народного парламента даже называют дату смены политического руководства в стране, а именно 17 мая, и о том, каким образом это произойдет. Что уже для этого прибыли сотни бойцов, что есть оружие, что они будут убивать невыгодных вам людей, в крайнем случае стрелять по коленкам. И они открыто хвастаются, что за ними генералы, генералы-полковники зарубежных спецслужб. И радуются, что поступили очередные деньги из зарубежа, от их зарубежных покровителей. О каких именно генералах идет речь из разговора непонятно. Чуть ранее в заявлениях Талгарбекова звучало только одно имя, некоего Алиева, который якобы является генералом. Исходя из этих слов, в интернете и СМИ стали всплывать разные подозрения по поводу того, кто может быть этим человеком. Однако это не более чем догадки. По мнению полковника спецслужб, таланта Розакова, задержание и возбуждение уголовных дел Госкомитетом нацбезопасности было сделано своевременно. Повторение сценария двух прошлых революций, повлекших за собой многочисленные человеческие жертвы, допустить нельзя ни при каких обстоятельствах, говорит эксперт. Однако теперь важно выяснить, о каких людях говорили задержанные, кем они являются и причастны ли на самом деле к замыслам оппозиционеров. На самом деле работают ли они, или работали на власти России, имеют какие-то контакты, или не имеют, или просто прикрываются, говорят, на самом деле, может, они, возможно, куплены уже другими иностранными государствами, мы не знаем пока. Самое главное тут, естественно, должны наши стратегические союзники России, наши друзья, они должны, мне кажется, оказать существенную помощь как раз в ходе следствия. То, что в стране, возможно, готовился госпереворот, не исключает и бывший глава ГКНБ Кенежбек Душибаев. Такой вывод он делает, исходя из всех заявлений руководителей так называемого народного парламента о финансовой и организационной поддержке извне. Но говорить о том, какие именно силы стоят за словами оппозиционеров до завершения расследования, пока еще рано. Если они являются гражданами Крыжской республики, они, естественно, должны сидеть рядом с этими организаторами, которые были задержаны, и привлекаются к ответственности. А если выяснится, что это граждане иностранных государств, и тем более представители иностранных спецслужб, это прямое вмешательство во внутренние дела нашей республики. Это категорически недопустимо. С конца марта по обвинению в планировании насильственного захвата власти в СИЗО ГКНБ уже находится экс-депутат Кубанышбек Кадыров, экс-губернатор Джалабадской области Бектур Асанов и эксперт по энергетике Эрнест Карабеков. Еще один фигурант дела, бывший замминистра внутренних дел временного правительства Дуаладбек Турдуналиев, объявлен в розыск. Основанием для задержания тогда также послужила запись телефонных переговоров, где между ними обсуждался вопрос захвата и распределения власти. По мнению экспертов, сейчас Генпрокуратура и Комитет Госбезопасности должны в кратчайшие сроки провести расследование и обнародовать его итоги, чтобы избежать дальнейшей эскалации напряжения в обществе. Боуты Сайфалтинбек Канабекулу, НТС.